всем 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 доброго дня показываю обзор готовых бритв но не заточенных сейчас все объясню по порядку так что вот наливайте чайку пряников как говорится готовьте и это и терпеть меня слушать как говорится приготовьтесь вот а и что в общем так вот бритвки мне точить некогда поэтому ну почему некогда тоже сейчас я тут станками занимаюсь мне сейчас выдалась тут возможность урвать станочек по доступной мне цене не мне нужно ехать далеко тут в общем все это гнительное и поэтому я отправляю эти бритвы на заточку игорю все вы знаете такого заточника который заточит от души который заточит правильно и то есть за . подойдет любому моя за . нравится многим но многим и не нравится за . от игоря нравится всем ну а это уже мне кажется немаловажно очень даже так прям я сказал важно вот так вот и так давайте сейчас сделаем обзор то что получилось пускай не заточенном состоянии начнем эту из g10 решил у меня такая же здесь появилась яркого цвета салатового решил из нее сделать практичный вариант как говорится и вот эту бритвку я уже тут принципе уже начал вытачивать вы вышел на кромку сами видите кромочек какая тонюсенькая то есть еще точно потом выйдет в итоге просто меня нет времени пришлось остановиться вот бритвки полированные поэтому кто использователи потом будет если потом вдруг затачивать и любитель может пальцем прижимать это место то желательно чтобы руки были особо чистый потому что полировка на ней то есть останется этот вот следы елозине как я сказал да очень тонкие бритвы очень эластичные очень жесткие вот видите лепесточек наверное вот тут хреновенько видно конечно тонюканкой прям да некуда вот то есть пружина часовая вообще как отдыхает просто сторонке и каждым показать эту настолько тонкой что я даже уже видео не передает тут маленько что то есть там ну ладно как в руке сидит вот так для тех кто греется как я ну шикарно варианты очень достойны хотя по цене конечно дороже вышли ну что делать а дороже это где-то так и на вскидку пробовал уже два раза считать но на вскидку это на вскидку а точные подсчет это точный подсчет я уже буду делать после заточки вот в районе где-то так плюс-минус где-то я так читал там в 16000 не вкатывают такие варианты да дорогие зато мне за них не стыдно вам за них стыдно не будет и вашим детям внукам правнукам стыдно за них не будет поэтому пускай будут такие варианты а то у меня бывает так что даже тюкают мол а тут не то тут не это а вот тут уже то есть вариантов тюкнуть не остается о секунду потереть надо сейчас тряпочку возьми ну вот чтобы я вас времени занимать на протирание ну я так вот а скидку протерлить сама там мазню оставил вот резкость вот такие вот варианты обушок без за насечек там кость отражается просто желтого это ведь оттенок это отражение в клинке тут такая насечка тут я вам говорил ромб он уходит во время заточки вот так на рудом нибудь в общем как я уже говорил что пружина там любая там самая крутая отдыхают сторонке против этих вот лезвий они очень тонкие этой специальный так счет даже под закруглил чтобы я просто видно было иначе нам глазах уже всплывет настолько тонкая а тут хотя бы ее можно увидеть по 1 близки так вот вот такие вот варианты кстати вот эта бритва должна быть с другой оправой изначально но я опять тут ошибку совершил глупую такую детскую ну какой цен старуху бывает проруха ну ладно чтобы нас резкость даже с фонариком не хочет ловиться сейчас я покажу что должно было здесь быть вот это вот должно было быть это стабилизированная карельская березняк так сказать вот с такой вот фигней но я ошибиться умудрился то есть ну спешишь людей смешишь не зря же говорится да то есть вот это вот штуковина упор должен быть вот тут а его сюда вот как лет то есть я подумал об этом но потом как-то запарил и сместил и поэтому у меня хвостик начал за нее цеплять кончиком все и на этом досвидос а так вот такая была бы тоненькая легкая оправка но все она теперь останется здесь полиции потом доедет скорее сюда мусорки вот а я вместо нее сделать эту ромбообразную кстати на видео не видно было да что на ромбом вот видите народ грани вот грань вот то есть она ромбообразная а тут по плоскости уже мне кажется даже для камуш лучше будет видно вот что на ромбом это вторая третья да ёхты давайте так уж сразу при вас буду протирать чё тут пока туда-сюда пока клёпочки полирнешь там все цена залапывается вот надеюсь и много времени не снимаю этим моментом не знаю когда я на камеру заработаю нормальное видео никогда с этим станками со всеми делами тоже кость черная вставка чтобы по классике черно-белая вот обушок тоже гладкий а тут насечка классическая так смотрим с торца тоже закруглил лепесток чтобы его было видно так на отблеск иначе его не видно он воздухе расплывается они слишком узкие 5 восьмых чтобы звон такой мощный сдавать но во время работы они постоянно звенели то есть звон шел постоянно просто постоянно следующее вот с такого материала как там его акрил композитный это я чтобы не ошибиться сказать точно вот такой вариант тут это вот как ее называют колосок как бы что на обушке другой стороны тоже под колосок но там такой колосок если сделать она не будет цепляться а это цепляющийся поэтому пришлось такой пол коз сделать вот дальше лезвие такое же тонкое как у всех сейчас на секунду с рябкой тут мудряюсь вот линия хамон и будет очень интересно смотреться когда вот это вот блеск появится на кромке и разделить эту линию то есть блеск блеск и между ними быть линия очень даже здорово я вам скажу очень даже здорово ладно вот так она смотрится в общей сложности как бы то есть ну как бы почему я хамон именно такой вот оправе потому что здесь вроде какие-то такие вот хамоновы дела и на клинке хамоновы дела блин поэтому она как-то гармонирует что ли вот а не забыться буду показать тоже прям посильнее закруглил что прям здорово заметно было что она есть что лепесток есть они воздух в этом месте то есть но очень-то чуть-чуть такая очень вот то есть это все при приличной такой вязкости приличной плотности приличной жесткости вот это пружина вот это настолько мощного лепестка что просто все то есть для этой стали это самый идеал то есть она не перерекали на как бы правильно сказать не лишь ку жесткой не мягковатая она вот именно прям вот вот в идеале в идеале вот и клинышка не показала тоже того же материала не увидеть тоже рисунок попал в клинышка вот ну что вот такой вариант уж очень не хотелось поставить этот клён кап так кап клёна стабилизированный правильно сказать уж очень не хотел поставить особенно не черный даже а вот этот вот фиолетовый что ли как правильно назвать цвет но что делать все на короткий но мне хоть убийца прям все конечно в хлам ушло много древесины этой много просто в отбраковка ушла огромное то не в ручку ножа вставлять то можно замазать заляпать и все спрячется все хорошо здесь этого не сделаешь и что я придумал там видите черные полосы оправы вот они сюда выходят вот они здесь проходят вот так вот повсюду то есть это не g10 как я прошлый раз делал есть такие бритвки тоже мне кстати половину уже их разобрали там g10 основа она него уже так вот приделана древесина тут я решил так не делать чему потому что g10 тяжелее древесины любой это хорошо такая оправа то есть и все то есть одна g10 она да она легонько выходит в итоге ты а если вот так вот еще вот композитно все это сделать то она получается утяжеляет оправу и оправа получается весом с клинок и поэтому это уже в реке не дело и поэтому я решил взять за основу черный граб мореный это мореный граб я просто так напилил его у меня хорошо леночная пила есть такая путная настроена именно только под бритвы не под что-то другое я на ней напилил такие вот шпончик так можно сказать он чем хорош черный граб во первых он черный он классику дает вот этот оттенок дальше в чем плюс он имеет большую жесткость что очень хорошо для основы вот пример вот эта древесина бы как вот подкладка уже не пошла бы на это дело и тут я уже вот это все совместил все это так вот в пресс сутки и так все это вместе скрепилась настолько сильно что я все-таки где-то обломки валялись как всегда под рукой ничего нет нет их уже закопал очень пытался я от граба оторвать отломить древесину и меня это не получилось просто сама древесина вот этот клёна он крошится прям уже так ножом прям таким давлю его отламываю кусочки таким маленьким чик-чик прямо но чтобы вот в этом месте где граб соединяется с древесиной с клёном смысле никак но не получилось оторвать то есть конструкция максимально крепко единственно что вот видите наверно общий вид какой такой вроде бы толстовато выглядит вот единственное что только вот примеру давайте вот сравним ну не знаю вот вот с рогом видите все равно как-то толще а если пример даже сравнить вот стоит же 10 просто вон насколько толще смотрится вот это направо а уж если взять пример такой утки которые тоники делают сами смотрите вот но любители вот на такие вот оправы то есть то что они толстователи такие есть это я заметил причем очень немало и в чем плюс опять же она легкая не грохну бы youtube то есть вот вот тут она висит то есть вот здесь у нее центр тяжести понимаете что получается если бы центр тяжести было бы даже вот тут было бы уже неправильно то что он вот тут это хорошо поэтому бритвка с легкой оправой с красивой оправой прочная правой сейчас я протру опять же уже звук такой жесткий издает хороший обожаю эти бритвки вот решил я да что думаю фиг с ним со сценником думаю блин он какие-то иномарки продают же блин за большущий деньжище и как-то не переживают в этом поводу а я тут сделаю тут так себе тут ну ладно оставим так только только в главу сцене чтобы не задать а в итоге то стыдоба не бритв все рабочие все хорошо но со мной хочется что-то такое за что вы гордость была бы и вот я в этот момент в этот раз вот сделал именно то чтобы мне меня за них гордость брала чтобы у всех российских жителей тоже была гордость за то что в россии есть такие бритвы за которые можно гордиться здесь тоже ведь закруглял его чтобы он маленько на видео его все о могли увидеть иначе его не видно он там какой-то такой настолько тонкий воздушный так все показал вот тут не все хват такой же то есть размер лезвий принципе одинаковый там десяточки по ширине только различаются все так и экспериментальная может так и назвать но хотя для меня это уже далеко не эксперимент дамаска почему не эксперимент потому что раньше такие делал просто для сайта я их давно уже по моему только сам начале когда сайт появился я делал такие варианты именно клинков ручки таких никогда не было вот тоже самое из того же пресса кстати что я не делал вот тоже самое и это и это и вот это это стабилизированный клен кап клёна и это вот черные полосы это тот же самый граб блин все протирать как я не подготовился как-то к обзору но я все тут на бегу делаю у меня времени даже сточить не то что что то еще поэтому я решил не затачивать я понял что я набегу задачу так что лучше бы не затачивал поэтому я решил отдать это специалисту который заточит как нужно у которого есть на то время и заточка которого подходит всем вот так она выглядит полностью если до клинок утолщенный то есть он толще по канонам бритвенным толще в обувь по бушке я вам уже говорил для чего это но я сейчас на повторюсь тоже тончайший лепесток но он покороче чем у тех вот бритв он короче но для дамаска это опять в плюс и для такой вот толстой вот по геометрии бритвки это тоже плюс да для чего это все делается потому что я вам говорил уже чтобы угол был чуть больше чуть больше по сравнению с остальными любыми бритвами которые идут стандартной толщине да блин их очень и грохну вот центр тяжести что-то висит ну сами понимаете да где она должна быть то есть на эрли если центр тяжести вот тут уже то это неправильно вот я очень старался чтобы оправа была легкой поэтому использовал мореный граб на основу ну да так же естественно этот горизонт там выдерживал хотя у дамаска было сложно сделать за толщиной опять же но но какой-никакой горизонт есть если мне даже взять не дамасскую где вот толщина стандарте прямо в чистом то видите горизонт уже намного ровнее ну что же вот тут держать вот ах да я тут не показал вам насечка вот тут еще есть у этой бритвки видите на швыркает она вот эрлом вот в этом месте маленькая как запорчика и прижимается на этом месте то есть не клинком не бушком а именно эрлом вот вот тут так вот тут насечка и тут классическая очень я с ними устал намаялся конкретно бабла вломил конкретно но несмотря на все на это я очень счастлив что я их сделал что они получились я очень доволен результатом результатом таким за которым можно гордиться как мне так любому любому российскому человеку да и вообще любому человеку причем российскому я знаю примеру нет как нет двух я египтян знаю которые очень такие человечные люди то есть да вера другая жизнь другая люди такие добрые хорошие поэтому неважно у кого бритва у того и гордость в чем сила брат да но как бы вот так вот не знаю все я вам показал все ли рассказал даже не знаю ну на будущее если что сказать я вам пожалуй даже не возьмусь это говорить потому что будущем у принципе есть что сейчас грызть какое железо но мне не хочется именно эти варианты грызть мне хочется другие варианты а для других вариантов и сейчас работаю над сборкой наладкой станка по вырезке вот чтобы вырезать по контуру клиночки и как бы вот так вот чтобы объяснить по контуру вырезать железо вот и поэтому я уже думаю доделать надо его все-таки сейчас пока бросить работу с бритвами доделать так чтобы можно было такие вот вырезать фигурки как говорится и вот это просто мер указанный всякий вариант есть много много всего вот например там все всяких вот блоки какие вот хочется поработать с дамаском с дамаском не общечу нет вырезанного хочется сделать много чего хочется вообще сделать но сейчас займусь тем что доделаю оборудование до такого состояния которые сможет то есть воплощать любую мечту в реальность и тогда уже с новыми силами как говорится с новыми модельками взяться за работу поэтому сейчас вот на данный момент ничего и обещать не буду потому что когда я уверен даже если на 99 и 9 процентов я обещать не могу пока на 100 процентов уверен не буду уж такая вот меня натура извиняйте бритовки собираются игры на заточку и уже после как они приедут будут развешены на сайте так что вот пока можете присмотреться кому что интересно может такой вариант даже прямо от игоря они могут поехать к вам все можно створить то есть ничего сложного в этом нет но я пойду заниматься прочими делами которые впоследствии помогут мне такие опять варианты выпускать и в дальнейшем все спасибо за внимание добра добра поздравьте своих жен своих то вторых половин с наступающим 8 марта не забудьте у кого нет второй половины просто на выйти на улицу и поздравьте вот может это ваша вторая половина как раз вам попадется на дороге по пути извиняюсь все все разговорился я все пока увидимся